Уникальное перестроение У меня всегда у себя не готовы Заводок в груди Устроение! Урон! Встречайте пилотажную группу Дербуды! Пилотажный порядок РОМ! Кириллщики и Дашкан начинают субботачья в программу! Сегодня из вопроса на аэродром Аэродно-исследовательского института Имени Михаил Громов АВТ-344-го Государственного центра боевого применения И переучивания летного состава Армейской авиации Уникальная команда На боевых ударных рейтингах МИ-28 Легендарная пилотажная группа Дверкуты! Ведущие группы Старший инструктор Летчик отделения Воевых вертолётов Улёта методического отдела 344-го ЦБП Заслуженный военный Лётчик России Лётчик-снайпер Подтолковник Эдуард Казачев Свет украл АВТ-34 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 Заслуженный Ведущий Торуковник Редактор На боевых вертолётов И переучивания ГОВОРИТ Майор Дмитрий Архипов Лётчик 2-го класса Участник боевых действий Общий нагрузку Для 10-ти черных ГОВОРИТ-34 Левые думы. Старший инструктор из исследовательского отдела 344 ЦБП. Подполковник Геннадий Гордиенко. Летчик первого класса. Участник вывода из сегулчина лета. Потрясающий цифр. 1700 часов. И на стороне ледовый командир Гордиенко-Плотайская бриллия 34-го государственного центра. Применение и переучивание летного сустава армейской ассоциации. Подполковник Александр Стопычев. Летчик первого класса. Ветеран боевых действий. Общий налет 3400 часов. Пилотажная группа «Меркуты». Поприветствуйте летчика! Летчики три турбора 4-го центра. В современную основанию участвовали практически во всех локальных комплектах и конкурсерористических организаций. Многие летчики 344-го ЦББ награждены правительствами номинации. С наградами за выполнение боевых задач в горячем сирийском небе, где придется мировая борьба с главной угрозой сегодня с терроризмом. Ну и, конечно же, в небе ударные вертолеты Ми-28. По классификации НАТО, где это вообще называется, как буквально переходят на двух площадок. Вот что-то есть в этом названии. Это действительно так. Ночной охотник изначально состоялся как мощный ударный авиационный комплекс. Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения танков другой бронированной теплики, а также малоскоростлив воздушных целей и живой силы противника. Эти задачи машина способна решать в условиях активного огневого противодействия. Принтокрылый танк способен выполнять полеты днем и ночью на предельно малых высотах, используя защитный рельеф местности. Ну, а на что он способен в условиях авиационно-космического салона? А мы сейчас знаем, что на предельном направлении авиационном направлении, а наиболее не очень непростая. И где-то не очень сложно тогда, кроме непосредственно самой машины, все-таки в воздухе, вращается лопа здесь.